Чественная экспертиза всех правительственных начинаний, прямо затрагивающих имущественные права людей в сферу их гражданских свобод. Четвертое. Укрепление судебной системы на принципах независимости, прозрачности и справедливости. Гуманизация уголовного законодательства по так называемым экономическим статьям или преступлениям и ужесточение наказания за преступления насильственного характера. Прежде всего, преступления, которые совершаются против детей, а также за террористические акты. Пятое. Поддержание межнационального и межконфессионального мира, борьба с нелегальной миграцией, этнической преступностью, проявлением ксенофобии и сепаратизма, поддержка свободного развития всех культур народов России, всех традиционных конфессий. Шестое. О чем уже было сказано. Становление современной политической системы. Такой отзывчивой, современной именно политической системы, которая дает возможность всем, в том числе и самым малым социальным группам, быть услышанными и включенными в процессы государственного и общественного управления. Будьте уверенными, что в нашей стране нет бесправных и беззащитных людей. Это очень важно. Что свобода и справедливость доступны каждому. Седьмое. Внутренняя и внешняя безопасность. Эффективная полиция. Мощные вооруженные силы. Повышение престижа службы в армии, на флоте, в правоохранительных структурах. И восьмое. Это, конечно, самостоятельная, разумная внешняя политика, преследующая в конечном счете только одну цель. Повышение благосостояния наших людей и гарантии их безопасности. Могу вам сказать, и в этом я неоднократно убеждался, что на всех направлениях этой работы вы меня поддерживали. Я искренне ценю эту поддержку. Спасибо. И считаю, что Единая Россия – это действительно пропрезидентская партия. Только что Владимир Владимирович Путин, как председатель партии, официально обратился ко мне и к съезду с предложением возглавить список Единой России. Это, безусловно, ответственное и очень серьезное предложение. Я принимаю его. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Я принимаю его и сейчас поясню причины, по которым это делаю, помимо эмоциональных. Во-первых, все, чем занималась и занимается партия, и я только что об этом говорил, соответствовало моим приоритетам развития страны. Партия активно помогала курсу президента. Поэтому и модернизация экономики, и социальной жизни, и политической системы – это наш выстраданный курс. Значит, у нас общие представления о будущем нашей страны. У нас общие планы на будущее. Общие ответы на наиболее существенные вызовы, которые стоят перед нашим государством. И это главное. Во-вторых, мы одинаково понимаем то, какой не должна быть наша страна. Она не должна быть слабой, бедной, неэффективной, расползающейся на части. Она не должна страдать от технологической отсталости, от произвола чиновников, от коррупции, от терроризма. Она не должна быть в изоляции. И это тоже наша общая позиция. В-третьих, мы все вместе, здесь присутствующие в этом зале, считаем, что и сама партия нуждается в капитальной модернизации. Она должна стать более открытой, эффективной, а если хотите, и более жесткой в отстаивании своих приоритетов. Она должна освободиться от случайных людей, которые прилипли к ней для достижения корыстных целей. Она, наконец, должна стать более молодой и креативной для того, чтобы конкурировать с другими политическими силами в нашей стране. И вот глядя в зал, я в этом абсолютно уверен. Таким образом, если вы доверите мне эту работу, я готов ею заниматься. И более того, если партия победит на выборах, а я практически уверен в этом, если мы будем работать так же хорошо, то я готов и к тому, чтобы продолжить реальную деятельность по модернизации нашей экономики, по повышению стандартов жизни наших людей, строительству современного правового государства. Я считаю сегодня правильным уделить внимание именно практическому курсу на модернизацию нашей жизни. Этим должно заниматься кардинально обновленное правительство России, которое будет формировать партия победитель. И я уверен, что это будет единая Россия. Наконец, я предлагаю определиться с еще одним очень важным вопросом, который, конечно, волнует партию, всех наших людей, которые следят за политикой. Я имею в виду определиться с кандидатурой на должность президента страны. С учетом предложения возглавить список партии, заняться партийной работой и при удачном выступлении на выборах, моей готовности заняться практической работой в правительстве, я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны. Но вот эти аплодисменты дают мне право не объяснять, каким опытом и авторитетом обладает Владимир Владимирович Путин. Еще несколько слов на эту тему. Меня все время спрашивали, когда вы определитесь, с чем выйдете к людям. А иногда и меня, и Владимир Владимировича спрашивали, а вы не разругались друг с другом? Я хочу полностью подтвердить то, что только что было сказано. То, что мы предлагаем съезду, это глубоко продуманное решение. И даже больше. Мы действительно обсуждали этот вариант развития событий еще в тот период, когда сформировался наш товарищеский союз. И истекшие годы доказали нам, и я очень надеюсь и большинству наших граждан, правильность нашей стратегии и эффективность сложившейся модели управления. Ну вот. Ну а то, что мы довольно долго до этого момента не объявляли публично свою позицию по сценарию выборов, я надеюсь, вы нас поймете, как и наши граждане, это вопрос политической целесообразности, вопрос следования законам политического жанра именно в нашей стране. Но я хотел бы одну вещь подчеркнуть. Мы всегда говорили только правду. АПЛОДИСМЕНТЫ И, наконец, главное, выбор всегда остается за вами, за всем народом России. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, мы знаем, зачем мы идем на выборы. За тем, чтобы победить. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня в этом зале будет очень уместно напомнить нашим политическим противникам о том, что еще совсем недавно, каких-нибудь 10 с небольшим лет назад, наша страна находилась в глубочайшем упадке, в системном кризисе, ущерб от которого был сопоставим по масштабам с последствиями гражданской войны. Они должны помнить об этом. Мы вместе преодолели тяжелейшие трудности. Мы поднялись. Мы, это миллионы граждан нашей страны, великий народ, великого государства, мы общими усилиями сохранили и восстановили нашу любимую родину, нашу Россию. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы ее не отдадим. АПЛОДИСМЕНТЫ Не отдадим тем, кто хочет разрушить ее. Не отдадим тем, кто обманывает людей, раздавая пустые и невыполнимые лозунги. Обещания. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша любимая страна, наша Россия, она должна принадлежать свободным, порядочным и ответственным людям. АПЛОДИСМЕНТЫ Я уверен, так и будет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Уважаемые участники съезда, буду говорить громко, а нас с вами ничего не может выбить из седла. Ничего страшного. Командирский голос пока не потерян. Можно говорить даже и без трансляции. Дорогие друзья, сегодня мы с вами собрались, чтобы вместе определить планы на будущее. Перед нами масштабные задачи. Мы должны построить инновационную экономику, укрепить демократические институты. Но если мы действительно хотим добиться успеха...